Представить слово для доклада молодому ученому. Молодому ученому из Нижнего Новгорода, Амаровой Юлии Васильевне, которая нам представит интереснейшие данные о чистоте приема нестероидных противовоспалительных средств у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Помните, что это средства противопоказаны и вот что же это в реальной практике, поскольку данные будут представлены по локальному регистру. Пожалуйста, слово Юлии Васильевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Целью исследования эпохи ХСН было изучение распространенности хронической сердечной недостаточности в Российской Федерации. В течение 20 лет регистрировался рост ХСН и ее тяжелых форм. В Российской Федерации зарегистрировано более 12 миллионов пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью. В Нижегородской области около 300 тысяч пациентов. Прием НПВС оказывает специфическое негативное влияние на различные органы и системы, вызывая различные нежелательные явления, как со стороны желудочно-кишечного тракта, вызывая различные гастро- и энтеропатии, сердечно-сосудистые осложнения, такие как дестабилизация артериальной гипертензии, тромбоэмболические осложнения, внезапная сердечная смерть, ургентные нарушения ритма, осложнения со стороны почек. Длительность использования НПВС ассоциируется с повышением риска для компенсации хронической сердечной недостаточности. Патогенез этого осложнения связан со способностью НПВС вызывать задержку воды и натрия, повышать тонус периферических сосудов, приводить к дестабилизации артериальной гипертензии, а также увеличивать постнагрузку на сердце. Как же часто пациенты принимают НПВС? В Великобритании ежегодно выписывают более 17 миллионов рецептов на различные НПВС и анальгетики. К сожалению, в нашей стране НПВС продают и без рецептов. При опросе больного факт приема НПВС устанавливали лишь при выявлении болевого синдрома и уточнении способа купирования боли. Более 40% пациентов превышают рекомендуемую дозу, указанную в инструкции к препарату, и их можно понять, ведь боль любой локализации снижает качество жизни. Среди пациентов пожилого возраста, получающих аспирин, более половины принимают НПВС один раз в неделю, а треть – ежедневно. Во многих исследованиях и их метаанализах продемонстрирована связь развития острого повреждения почек с применением НПВС. У больных, получающих данные лекарственные препараты, риск развития острого повреждения почек оказывался в 3 раза выше. Повышение риска было ассоциировано с увеличением продолжительности терапии и высокими дозами НПВС. При одновременном применении НПВС и диуретиков риск развития острого повреждения почек увеличивался практически в 12 раз, а при совместном применении НПВС и блокаторов кальциевых каналов – около 8 раз. Практикующему врачу следует помнить о коррекции дозы и длительности приема НПВС с учетом расчетной скорости клубочковой фильтрации. Если перед вами пациент, у которого скорость клубочковой фильтрации менее 60, такому пациенту следует рекомендовать прием НПВС курсами. Если у пациента скорость клубочковой фильтрации менее 30, в таком случае следует избегать назначения данных лекарственных препаратов. Прием НПВС у лиц пожилого и старческого возраста при хронической болезни почек сопряжен с увеличением риска ухудшения функции. Связь приема НПВС с анемией показана в метаанализе исследований, где потеря фекальной крови измерялась с использованием аутологичных эритроцитов, меченных радиоактивным хромом. У пациентов, принимавших НПВС более 7 дней, увеличение потери фекальной крови составляло до 2 мл в сутки. 5% из тех, кто принимал НПВС, имели ежедневную кровопотерю более 5 мл. И лишь у 1% пациентов потеря фекальной крови составляла более 10 мл в сутки. Эксперты считают, основной причиной железодефицитной анемии при приеме НПВС — энтропатии, которая была подтверждена с помощью видеокапсульной эндоскопии. Ежегодно в нашей стране продается более 100 млн упаковок НПВС. Отсутствует практика последовательного подхода к обезболивающей терапии, когда в качестве препарата первой линии при умеренной боли рекомендуется назначать парацетамол, так называемая трехступенчатая терапия боли по ВОЗ. Врачи для купирования умеренной и сильной боли предпочитают сразу назначать НПВС. Кроме оригинальных препаратов, в нашей стране имеется большое количество дженериков, около 26 непатентованных наименований. Разработаны национальные рекомендации, учитывающие риск осложнений как со стороны сердечно-сосудистой системы, так и со стороны органов желудочно-кишечного тракта, позволяющие выбрать оптимальный НПВС с минимальным риском развития осложнений со стороны этих систем. При выявлении у пациента высокого риска препаратом выбора будет являться цель как СИП в сочетании с ингибитором протонной помпы. Целью нашей работы было изучить частоту приема НПВС и возможные нежелательные лекарственные реакции по данным локального регистра у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической сердечной недостаточностью госпитализированным в городской центр лечения ХССН города Нижнего Новгорода. В исследование были включены 336 больных, количество женщин преобладало над мужчинами. Средний возраст пациента составил 70 лет, госпитализированный с 1 февраля до 1 ноября 2019 года. По данным ЭХКГ, 70% пациентов имели сохраненную фракцию выброса. У 20% пациентов имелась промежуточная фракция выброса. И лишь 10% пациентов имели сердечную недостаточность с низкой фракцией выброса. Амбулаторно, до настоящей госпитализации, НПВС принимал каждый пятый пациент. В стационаре продолжили принимать НПВС в связи с сохраняющимся болевым синдромом каждый второй пациент. В 80% случаях НПВС пациенты назначали самостоятельно, без назначения врача, преимущественно внутрь. Каждый пятый пациент принимал НПВС один раз в неделю и чаще, преимущественно неселективный. Стоит отметить тот факт, что даже если НПВС назначал врач, это был преимущественно неселективный НПВС. В 80% случаях пациенты принимали НПВС в связи с наличием суставного синдрома по поводу остеоартрита. В нашем исследовании в зависимости от приема НПВС пациенты были разделены на три группы. Первая группа – это пациенты, которые принимали НПВС более одного раза в неделю. Ко второй группе относились пациенты, принимающие НПВС менее одного раза в неделю. Третья группа – пациенты, которые не принимали НПВС. По данным ЭХКГ, пациенты с сохраненной фракцией выброса, принимающие НПВС более одного раза в неделю, достоверно чаще имели высший индекс массы миокарда левого желудочка и размер левого претерпия. Пациенты с промежуточной фракцией выброса и низкой фракцией выброса имели высший индекс массы миокарда левого желудочка и КСО. Уровень креатинина был достоверно выше в группе пациентов, принимающих НПВС более одного раза в неделю. Различия по расчетной скорости клубочков фильтрации между группами были статистически незначимыми. Острое повреждение почек в 3 раза чаще диагностировали в группе НПВС+, и в 10 раз чаще при приёме НПВС более 1 раза в неделю. В группе НПВС+, в 10 раз чаще диагностировали анемию 2-4 степени тяжести повоз. Причинами экстренной госпитализации являлись как острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности, так и ургентные нарушения ритма. Однако по частоте и причинами экстренной госпитализации в зависимости от приёма НПВС группы между собой статистически не различались. Таким образом, среди госпитализированных пациентов около 18% принимали НПВС амбулаторно. Ни один из пациентов не принимал рекомендованные НПВС с минимальным риском развития сердечно-сосудистых осложнений. Острое повреждение почек в 3 раза чаще диагностировали в группе НПВС плюс и в 10 раз чаще при приёме НПВС более 1 раза в неделю. Анемию диагностировали у каждого третьего пациента с большей частотой в группе НПВС плюс при приёме более 1 раза в неделю. В группе НПВС плюс значимо чаще диагностировали анемию 2-4 степени тяжести. Частота экстренной госпитализации в связи с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности в зависимости от приёма НПВС достоверно не различалась. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok